Слушай, Пушкин, как думаешь, может мне в черный перекрасить ногти? По идее, этот лак должен удлинять мои пальчики, но я пока не понимаю. Обалдеть. Что ты смотришь? Это же Юта, штат, в котором улетит. Я сюда хочу. Не, ну ты умный, я тоже сюда хочу. Но сюда попадет только человек, у которого будет золотая карта. Это далеко просто. А давай ее сейчас подбросим и узнаем, у кого будет золотая карта. Здесь? Ну а почему нет, что мы не можем, мы ведущие уже второй год, у нас есть какие-то привилегии, мы можем немножко пошалить в конце концов. Мастя, ну может потерпим все-таки чуть-чуть? Что ты трусишь что ли? Я? Да. Орел. Орешка. Ну подбрасывай, да? Да. Прекрасно, Птушкевич, прекрасно. Ой, дай я поподробнее рассмотрю места, в которые я полечу или поеду, не знаю, на самолете, может на лимузине, пока еще не решила куда тратить деньги. Ой, красиво я здесь буду гулять. Орел. 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 Юта – это пустынный штат на западе США. Прошлый уикенд в Юте мы провели в ее столице, Солт Лейк-сити. Но там увидели только мормонов, мормонские дома и мормонские церкви. Сегодня мы начнем свое путешествие с маленького городка Моап. Он окружен горами, арками, самыми красивыми местами Америки. Эти два дня наш кайфометр будет зашкаливать. Мамочка моя женщина, как же тут красиво. Я не могу барьерить своим глазам. Я не сплю! Вся мощь этой планеты сошлась в одной точке. Черт, нереально, нереально! Друзья, Юта настолько прекрасна, столько в ней красоты и интересностей, что с автомобиля просто невозможно все это увидеть. Поэтому я взяла час на вертолет, чтобы осмотреть все эти красоты с небушка. Полетели! В мире должна быть гармония. Если богатый человек улетел на вертолете, значит бедный человек пошел искать автобус. Ну что ж, добро пожаловать на просторы Дикого Запада. Вокруг бескрайнее и прекрасное ничего. Никакой цивилизации, никаких автобусов. Слушайте, оставьте цивилизацию автобусы. Асфальта под ногами нет. Класс. О, мужчина. Извините, а как попасть в город? Какой город? Выезжай на хайвей и прямо 18 миль. Может, поблизости ходит общественный транспорт? Нет, нет, можно пешком за два дня. Здесь нет ни такси, да вообще ничего. Ни такси, ни автобуса? Ну может, поезд? Нет, ни поездов, ничего. Вариантов на самом деле масса, но мне подходит только один. Может, вы подкинете меня в Моаб? Я могу поехать на этой штуке. Или это нелегально? Ладно, садись, подвезу. Просто подошел спросить, как можно проехать до Моаба, а мужчинка говорит, а давайте я вас подвезу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, какая красота, как здесь люди живут, я не знаю. Юта, наверное, самый красивый штат Америки. Здесь природа постаралась изо всех сил. Но есть одна проблемка. Юта огромная. Площадь из Беларусь. И все ее красоты разбросаны на огромные расстояния. Каньон Лэндс. Кэпитал Рифф. Дид Хорс. Долина монументов. Озеро Пауэлл. Бедный турист не сможет посмотреть все это за два дня. Увидеть эту тысячу красот можно только с вертолета. Юта – это практически один сплошной заповедник. Сплошная природа. И я так счастлива, что она не тронута руками человека. Полтора часа в воздухе, и я долетела до финальной точки своего воздушного путешествия. В один из самых красивых каньонов Юты – Брайс-каньон. Да! Да! Я не могу поверить своим глазам, что вот это вот создал просто ветер и природа. Такое ощущение, что реально это какие-то древние руины, древние города. Я боюсь! Я боюсь! Я боюсь! Браво этому полету! Браво этому пилоту! И браво Юте! Ну вот мы и приехали в Моап. Сами того не заметив, мы проехали весь Моап. Вот это Америка! Вот это Америка! Юта – идеальная площадка для экстремалов. Я лечу! Я лечу! Я лечу! А Моап – это склад экстремального снаряжения. Видно, что это город, с которого начинаются приключения. Везде прокаты. Прокат квадроциклов, мотоциклов, велосипедов. Все туристы приезжают сюда с одной целью – арендовать вот такое… 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 Ну или вот такое… И разъехаться в красивые места экстремалить. Другой вопрос. Что здесь делать туристу со 100 долларами? И ответ на этот вопрос пока не ясен. Ладно, попробую найти хотя бы обычную тачку. Я ищу машину. Ты хочешь арендовать авто? Джип? Самое дешевое, у меня всего 100 долларов. А, ну тогда удачи! Ты не найдешь машину за 100 баксов. Как-то так. Окей. Удачи. Аренда баги – 350 долларов. 350? Все, Моап – это моя ловушка, я отсюда не выберусь. Ладно, спрошу еще в главной туристической конторе. Тут должны знать. Привет, я хочу арендовать машину. Самую дешевую. У нас самая дешевая машина стоит 129 долларов. Дешевле в Моапе не найдешь. Я извиняюсь, а чья вообще это была глупая идея поехать в Юту со 100 долларами? Объясните мне, кто вообще это придумал? Здесь космические расстояния, без машины здесь вообще делать нечего. А как с таким бюджетом найти машину в этом городе? Это деревня просто самая настоящая. Знаете что, я вообще никуда не поеду. Я вот просто назло вот прямо здесь сяду и буду сидеть, и никто ничего не увидит. Это забастовка. Я протестую против таких условий в Орле и Решке. Идиотизм вообще. Это Америка, ребята. Это вам не Мумбай, не Индия, не Португалия дешевая. Это Америка, понимаете? Вот она. Моя последняя надежда. Мне очень нужна машина, но у меня только 100 долларов. На один день. Вы не арендуете машину, потому что этого недостаточно. Может, есть какой-то выход из ситуации. Здесь неподалеку отделение почты. Там есть специальная доска, где местные жители размещают объявления. Поищи информацию там. Спасибо. Надеюсь, что-нибудь найдут. Будем надеяться. Спасибо. Но хочу сказать, в Моабе 100 долларов – это не деньги. Я знаю. Так, мне туда. Ага. Так, выставка цветов. Работа. Кто-то кошку потерял вот. Слушай, 100 баксов, кстати, можно заработать. Путевки. Нет, это все не то. Все не то. Машина, машина. О! Смотри, чувак. Лучше, чем прокат машин. А 30 баксов за день. Без карты. Это вообще то, что нужно. Алло. Я звоню по поводу аренды авто. У вас есть свободные машины? О! Отлично! Можем встретиться. Через 40 минут. Спасибо, я буду ждать. Это не прокат машин публичный. Это просто человек, частник, сдает свою машину на выходные. Она, конечно, будет, я думаю, в жестком состоянии, потому что там какой-то бампер. Я так не понял, бампер, по-моему, чем-то перемотан. Но какая разница? Какая разница? У меня теперь есть машина. Это победа! Победа! Так как я настоящий исследователь, машина у меня будет эксплорер. Я вот уверена на сто процентов, что для таких вот местностей природных, горных, ну, спортивная тачка приземистая никак не подойдет. Здесь реально нужен джип. Вот такой вот, как у меня, например. Классная, большая, крутая тачка, которая позволяет себя чувствовать уверенно на дороге. Привет, ты Антон? Привет. Я Джон. Ты мой спаситель. Ну вот правда, ренталы гнут нереальную цену. Да, знаю. Я ищу машину на сегодня и завтра. Будешь ездить по Моабу? В этом районе. Какая цена? Обычно я беру 80 долларов за два дня. По-моему, это нормальная цена. Пожалуйста, а можно за 60? Потому что у меня всего 100 долларов. Ладно, вижу ты нормальный парень. 60. Паспорт и 100 баксов. Окей, запишу номер тачки. Она на парковке. Спасибо большое. Это не она, это не она, а 7.7. Это было бы странно, если бы это была она. Да ладно. Да оно не может быть. Вот это поворот. Тойота 4Runner. Немного старая, немного пыльная. Но для меня это круче, чем вертолет. Ты помнишь, он говорил про скотч? Про то, что там что-то с бампером перемотано. Подойди сюда, посмотри, посмотри. Просто маленькая детальюшка прикольно, очень аккуратно приклеена скотчем. Все, я думал там вообще бампера не будет. А он здесь цел, ну просто чуть-чуть он помятый, побитый. О да. Я как будто за рулем авианосцем. За 60 баксов не тачка, но бронепоезд какой-то. У меня должны быть руки побольше под этот руль. Посмотри, он огромный. Знаете, какое самое главное правило, которому меня научил проект Орел и Решка? Никогда не сдавайся, никогда. Спрашивай, добивайся своего, стой на своем, проси, умоляй иногда. Но это всегда дает результат. Вот если бы я сейчас не обивал пороги Моаба, ходил бы я пешком по этой юте. А так, посмотрите, еду на классный Тойоте. С транспортом разрулил, теперь самое время запастись продуктами. Вообще Америка, конечно, очень дорогая страна. Но в супермаркете всегда можно найти дешевый или акционный продукт. Баночка спагетти, акционная по 99 центов. Сосисочки 89 центов. Вчерашний хлеб полтора доллара. Под расчет. Пять восемьдесят шесть! Прямо рядом с Моабом находится знаменитый парк Арак. И первым делом я рванул туда. Отлично! Касса закрыта. Сэкономлю 25 баксов. Мамочка моя женщина! Как же тут красиво! Надо было корвалол брать, ей-богу. Вот как знал. Юда! Край первозданной природы. Все, что здесь есть, создавалось без человека миллионы лет. Ну не придумали еще таких слов, чтобы описать эту красоту. Понимаете? Ну вот нельзя языком Лермонтова и Пушкина объяснить вам, как же это чертовски красиво! Невероятно! Хочется по-ивлеевски, так сказать, крепким словом сюда. Потому что ну как описать все это? Ну посмотрите! Природа! Повсюду одна сумасшедшая, красивейшая природа. Куда ни глянь. Господи, ты великий дизайнер. Просто аплодирую тебе. Просто аплодирую. Субтитры создавал DimaTorzok Юта похожа на большой экстрим-парк, который соорудила сама природа. И самый страшный ее аттракцион – скала ангелов. Чтобы ее покорить, нужно карабкаться по скользким камням без страховки на высоту 450 метров. Но тот, кто осмелится пройти этот маршрут, будет вознагражден неземным видом. Минус килограмма два к концу этой дороги будет точно. В парке арок нужно обязательно увидеть его главную достопримечательность – арку Деликейт. К арке на машине не подъехать. Нужно час идти пешком. Короную себя покорителем арки. Раз, два, три, четыре. Поехали. Мама дорогая. Слушайте, ну пиликать еще, конечно. Я вот здесь, да? А мне нужно вон туда, где маленькие фигурки человечков ползут. Обгоняем местных туристов, потому что мы молодые, энергичные. А они всегда здороваются со всеми туристами. Если что-то произойдет, они тебя запомнят. И если что, будут говорить – мы его видели. А это я сейчас применил японское хай. Раздеваемся прямо на ходу, чтобы не терять времени. В следующем включении я расскажу вам, как ходить в туалет прямо на ходу. Возможно, я чуть-чуть переоценил свои силы. Не забывайте помогать туристам. Я сделал шесть фотографий, ни одна из них не получилось. Но, главное, я помог человеку. Офигеваем, улыбаемся. Наверняка всем интересно, что придет мне силы, уверенности в путешествии. Это Олег Винник. Олег Винник у тебя на груди. Это плюс 5 к выносливости и плюс 7 к удаче. Вау, как красиво. Искомая цель очень близко. Не портите себе взгляд. Вот это главное правило. Не портите себе взгляд. Нужно подходить прямо вблизи. Черт, нереально. Нереально. Вау. Но, друзья, это еще не все. Мы держим маршрут. Вот туда. Напоминаю, без страховки. С 2004 года на той точке, на которой я сейчас буду подниматься, погибло 4 человека, сорвавшись и свалившись в обрыв. Шесть. Шесть человек. После этой информации ноги становятся ватными и подниматься вдвойне тяжело. Да, обрывы, конечно, очень жесткие. Поэтому держаться нужно очень-очень крепко. Вау. Здесь особенно очень скользко. Прямо держаться двумя руками. Капец. Просто, мне кажется, вся мощь этой планеты сошлась в одной точке. Несмотря на то, что этот путь не из простых и не из самых безопасных. Но, если вы сюда найдете, поверьте, это будет один из самых красивейших, невероятных, удивительнейших видов, которые вам когда-либо предстоит увидеть. Ребята, вот это махина! Вау! Юту называют мастерской бога. Здесь идеальные условия, чтобы из скал вытачивать нереальные скульптуры. В пустыне очень высокие перепады температур. От плюс 35 днем до плюс 5 ночью. За миллионы лет эти скачки температур сжимали и разжимали мощные скалы. И превратили их в податливый материал для творчества. Это шедевр природы. Да, на арку, конечно, смотреть прикольно. Ну вот как вы думаете, что видит арка? Мм? В Юте крутизну отелей оценивают не по количеству звезд, а по расположению. Чем дальше ты спрятался от цивилизации, тем круче. Я направляюсь в парк Капитал Риф. Это гигантский хребет, который растянулся на 160 километров. Знаете, почему его так прозвали? Одному ученому показалось, что его холмы по форме напоминают купол Капитолия. Неспроста я выбрала отель именно здесь. Посмотрите, как вокруг красиво. Ну как можно от такого отказаться? Ой, боже, как хорошо, как свежо, как просторно! Просто бомба! Знаете, неважно какой-то домик будет внутри, главное, что с террасы открывается все это великолепие. Ммм, такой приятный запах свежего, такого нового дерева. И вообще здесь все супер уютно, кухонка, диванчик. Ой, хорошо как. Ооо, неплохо, неплохо, я вам скажу. Несмотря на то, что все очень минималистично, все очень миленько и стильненько. Ооо, вот это вообще такой даже маленький уголок рая. Я такая лежу, просыпаюсь, на вид смотрю, потом такая оп, оп и вышла. Воздухом подышала, подышала, сказала всем спасибо и пошла в номер обратно. Я счастлива, что я здесь буду жить в икенд! Денег на отель у меня нет, поэтому ночевать придется в машине. Поеду где-нибудь согреюсь перед холодной ночью. В номинации самое дешевое блюдо сегодня побеждает. Не удивили. Чай. За 2,75 могли принести нормальный чай, не пакетик. Слышишь, Тём, там у тех парней за средним столом фотик больше даже, чем у тебя. Я знаю, тебя это обижает, но прости. Слушай, посмотри снимок у них на компьютере. Просто нереальный. Ребята, а вы фотографы? Да. Этот снимок нереальный. Можно я посмотрю? Да, конечно. Ну подойди сюда, посмотри, это нереально красиво. Аарон и Брэндон – фотоохотники. И охотятся они со звездами. Это здесь, рядом? Да, поблизости. Сегодня ночью мы опять туда поедем. Вы это делаете регулярно? А можно к вам присоединиться? Мужики были в шоке от моей наглости, но не отказали. Да, конечно, не проблема. Правда? Для нас это очень полезный опыт. Но это будет поздней ночью и до самого утра. Ну по сути, что я теряю? Ночевку в машине? Окей. Ну посмотри, ради такой красоты я считаю, что можно и часами посидеть. Ну что, езжайте вперед, а я за вами. Хорошо, здесь полтора часа езды. Я просто не верю. Я реально мог провести эту ночь в машине, а вместо этого я еду на ночную фотосъемку с этими чудесными парнями. Ну что, парни? Что? Ты готов? Да. Ну как-то холодно. Ночью в Юте температура падает с 35 градусов до плюс 5. Но, ребят, это не останавливает. Хорошие новости. Мне тоже дадут маленькую камеру. Вау! Как в этой черной дыре может получиться шедевр? Ладно, сейчас узнаем. Нам понадобится немного света. Ребята используют методику мягкого света. То есть они выставляют свет на минимальную мощность и ставят его подальше, чтобы он не засвечивал кадр. Таким образом они подсвечивают немного скалы, но при всем при этом небо остается таким же красивым и темным. Но залог успеха – профессиональный объектив за две тысячи долларов. А весь табор, который мы сюда притащили, стоит около 20 тысяч. Дорогое хобби у ребят. Главным героем нашего видео станет Млечный путь. Они по-настоящему смотрят карты звездного неба и знают, когда Млечный путь, как солнце, он поднимается. Они смотрят, какое время он поднимается для того, чтобы поймать его. Когда у тебя уже все готово, остается только ждать, чтобы фотоаппарат проделал свою работу. А сколько времени это займет? Примерно два часа. Два часа? Да. Черт, как холодно, а. Через два часа ребята показали мне фотографии, которые у них получились. Вау! Это какая-то долбаная магия. Темень глаза выклили. Тём, ну вот просто покажи, просто покажи. Ничего не видно, абсолютно ничего. А здесь видно все. Карта звездного неба в мельчайших деталях. Из сотен таких фото сложилось вот такое потрясающее видео. Как же холодно! Сколько на ночи, Артем? Мать честная. Мать честная. Мать честная. Я что, сплю? Я что, сплю? Я не сплю! Я не сплю! Сам того не подозревая, я ночевал, наверное, в самом уникальном месте Юты – национальном парке Долина Гоблинов. Ощущение, будто заснул на земле, а проснулся на Марсе. И вокруг тебя инопланетные чудовища из песка. Миллионы лет назад Долина Гоблинов была полностью под водой. Когда вода высохла, здесь начал гулять сильный ветер, который за долгие годы выточил долину нереальной красоты. Два года назад Петя Романов сказал, что эти камни размывают дожди. И, может, через десяток лет от них ничего не останется. Поэтому это одно из тех мест, в которые просто нужно поспешить. Тут я с Петей абсолютно согласен. Долину Гоблинов нужно увидеть своими глазами. Иначе поверить в ее существование будет очень сложно. Лучшее начало дня – сытный американский завтрак с видом на Кэпитал Рифф. На завтрак у меня будут блюда, которые еле первооткрыватели Дикого Запада. Вау, выглядит просто бомбически. Здесь тебе и стейк из лосося, и маленькая курочка, которая очень маленькая, карликовая, сосиски. И желудевая тыква. Венские сосиски, похожие на продукцию бумажной фабрики. Холоднейшие, невкусные спагетти. И, наверное, самый невкусный завтрак. Это очень странно, но грудка этого маленького перепеленка по вкусу напоминает печень. Смотрите, такая просто мощенькая, такая ножичка, которую я просто смею. Извините, напоминает полноценную курицу. Переходим к сарделькам из бизона. Никаких неприятных запахов. Натуральное мясо без ГМО. Стейк из лосося. Прям хорошо. Даже странно, что… Ну, мне казалось, что американцы умеют хорошо готовить только мясо, чтобы делать сочные бургеры, всякие такие калорийные штуковины. Ну, ты посмотри, рыбу приготовили просто потрясающе. На гриле. Добавил, чувствуется, лимончик, специи. Жолудевая тыква. Вот она здесь лежит, сейчас я ее попробую. По вкусу картофель с сахаром и с топленым сливочным маслом. В Кэпитал Риф есть еще одно потрясающее место. Но чтобы его посетить, нужен джип с колесами, как у трактора. И водитель с руками-базуками. Я была бы не Настюшка Люблеева, если бы не вписалась в какое-то экстремальное дельце. Мы поднимемся на вон ту скалу. Это было страшно. Да, на своей машине я бы по этим дорогам не проехала. Сама бы я ни в жизни не спрадалась. Господи, помилуй, пожалуйста, нас. Очень осторожная. Господи. Очень масштабненько. Когда подъезжаешь на машине, кажется, ну что, горы сейчас откроются, это горы до степи. А тут такой бац и обрыв. Нереально, нереально. Опасненько. Чума. Да, кстати, на самом деле, помимо красоты видно, что место опасное. Потому что отсюда видно, что все это в процессе такого разрушения. Такими прям кусками, трещинами отходит. Поэтому я думаю, что в любой момент эта штуковина может тоже сломаться и полететь вниз вместе со мной. Поэтому я немножко отойду с вашего разрешения. Это все было не зря. Весь этот подъем какой-то сумасшедший. Очень красиво. Юта – это 50 оттенков красного. Но так было не всегда. Каких-то 75 миллионов лет назад здесь все было по-другому. Здесь были болота, здесь были леса. И жили здесь не индейцы, а настоящие динозавры. Огромные, зубастые, с рогами, покрытые чешуей. Они безраздельно правили миром. Обо всех динозаврах Юты лучше всего узнавать в парке Моап Джайантс. Ого, 16 долларов. Дорогая Америка, конечно. От динозавров в Юте сейчас осталось множество отпечатков ног и тонны костей. Тут откопались сотни видов хищных динозавров. С когтями, как серп. И травоядных, размером с грузовик. Глядя на эту кость, думаешь, вау, это же половина динозавра. А на самом деле, посмотрите, это всего лишь задняя лапка. Маленькая задняя лапка гигантского динозавра. Чтобы лучше себе представить, как бы выглядел человек рядом с динозавром, в парке поселили 100 пластиковых ящеров в натуральную величину. Вот Ютораптор. Вот Авацератопс. Паразауралов. Гаргойлеозавр. И, конечно же, главный завр. ТИРАНОЗАВР РЕКС. Вот просто для примера. Нарушим немного правила. То есть я даже ему не достаю до пуза. И я вам расскажу лайфхак, как выжить, если вы встретились с тиранозавром. Если это драка один на один, единственное, что вы можете сделать, это надавать ему по коленке. Максимум. Все, дальше вы не достанете. Еще варианты. Убежать. Попробуем убежать. Попробуем убежать. Значит, я делаю пять шагов, он делает один. Убежать по-любому не получится. Притвориться кустом. Не думаю, что это хорошая идея, потому что у них хорошее обоняние. Я бы хотел вам что-нибудь посоветовать, но мне кажется, что от этого убийцы уйти просто невозможно. А знаете, какая самая главная фишка этого музея? Вот в том, что здесь просто идеальные декорации. Вот если бы не дорога на заднем плане, может, было бы на самом деле подумать, что ты перенесся на 75 миллионов лет назад. В помещении это бы не выглядело так круто. Кому показалось, что Юта слишком красного цвета, вот пожалуйста. Картинка за окном постоянно меняется. То бескрайние зеленые леса, то холмистые зеленые луга, на которых пасутся олени. А кое-где даже лежит снег. Еще одно чудо, которое должен увидеть турист в Юте – это лес Пандо. Это самый таинственный лес на планете. Друзья, мы с вами видим не просто лес. Все эти деревья – это единый живой организм, который называется дрожащий гигант. Именно эту рощу называют самым большим организмом на нашей планете. Не слона, не кита, а именно вот эту рощу. Сейчас объясню. Когда-то на этом месте вырос один осинообразный тополь. Он пустил длинные корни, из которых выросли все эти деревья. По сути, все, что вы сейчас видите – это органы одного дерева. У всех этих деревьев одинаковая ДНК. Каждый из этих осенообразных тополей – клон и более древнего дерева. Вот это клон, это клон, клон и клон, и это тоже клон. Лес Панда – еще и самый старый живой организм на нашей планете. Ему уже 80 тысяч лет. Но пару десятков лет назад лес начал умирать. Доподлинно неизвестно, почему колония умирает. Но что крайне подозрительно – это происходит именно сейчас. Во времена, когда человек так бурно развивает свою деятельность. Мои хорошие, если вы решите покорить Юту, начните с этих хрустящих, манящих 100 долларов. Удачи! Чтобы найти бутылку в Юте, отправляйтесь в национальный парк Фишлейк. На въезде в парк у деревянного инфоборда под огромным камнем и спрятан наш клад. Я Лань! Лань, грациозная! Когда едешь по Юте, кажется, что ты вообще один на планете. За два часа может не встретиться ни одной машины. А если попадаются деревушки, то выглядят они супер киношно. Одинокие, заброшенные. До них еще не скоро дойдет мобильная связь или появится одна полосочка вай-фая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что в Юте днем с огнем не сыщешь богатых развлечений, одно все-таки нашлось – спа-комплекс на горячих источниках – Hot Springs. Горячие весны. Именно туда сейчас я ведь направляюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саня, ну ты чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я извиняюсь. Может это какая-то ошибка? И мы пришли не на источники, а на свалку металлолома, где собраны старые ванны, знаете, там джакузи. Я, конечно, немножко по-другому себе все это представляла. Что это за вода? Это что? Я не понимаю, канализацию сюда спустили? Она даже не белая, она даже не прозрачная. Это цвет какого-то цемента, который слили в эту ванну после ремонта. А Ивану это потом надо выкинуть и поставить сюда модное джакузи. Ладно. Не зря же я сюда тащилась. Представим, что это Сан-Тропе. Ой-ой-ой-ой, это она даже не теплая, она горячая. Мне сейчас будет… Илыч, она склизкая там. Вы не думаете, что так вода сильно выплывает, потому что это явно усела? Просто поток усилился и это природное явление, а не более. Фу, там каким-то полотенцем заткнута дырка. Я на него села. Я лучше сюда пересяду. Вот тут хотя бы вид есть. Аа, и чьи-то волосы. Прикольно. Вообще, это выглядит, конечно, немножко странновато. Я сижу в какой-то ржавой доисторической древнегреческой ванне. С какой-то коричневой горки стекает горячая вода. Как она оттуда стекает, зачем, а почему, никому неизвестно, но стекает. А самое странное, что источник находится 500 метров под землей, а вода стекает сверху. Вода в источниках вонючая и мутная, но дико полезная. Проходя через горные породы, она обогащается веществами, которые лечат кожу, суставы и даже укрепляют иммунитет. А еще тут купался сам Оззи Осборн. Вы, наверное, подумаете, что в этом месте богатого. Ведь здесь нельзя даже заказать бокал венца. Зато можно заказать бокал юнца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А Юта переплюнула все самые красивые места, в которых мы были до этого. Это шедевр. Мы будто побывали в мастерской самого искусного скульптора во всем мире. Юта – это путешествие никак не на два дня. И как же это прекрасно понимать, что тебе есть зачем вернуться на эти просторы снова. Надо было корвалол брать, ей-богу. Ножечко, которое я просто… Это забастовка. Я протестую. Кто-то кошку потерял. Она даже не теплая, она горячая. Это Олег Винник. Жолудева я тыква. Это все-таки удивительная вещь путешествие. Все. Паста. У меня ноги сварились уже. Можно делать. Вместо пельменей не перепутать. Настя, ну ты как всегда ослепительная. Это я знаю, Антоха. А откуда у тебя тачка? Подожди, ты что кого-то ограбил или… У тебя же денег хватило… Послушай, малыш. Эту невероятную историю я тебе расскажу по дороге в аэропорт. А ты мне пока расскажешь, как тебе Юта. Птушкин, Юта – это же просто открытие перезагрузки. В моем рейтинге это вообще место номер один, понимаешь? Ну да, в моем тоже. Потому что я таких пейзажей никогда в жизни не видел. Да, я тоже. Я таких эмоций, Настя, в жизни не испытывал. Я тоже. Все понятно, все понятно, поговорили. Да, Тушкин, не обижайся. Ты такая красивая, что у меня пропал до речи. Оно и видно. Ладно, нам же ехать пора, Антошкин. У нас там самолеты, вертолеты. Подожди, подожди, мне нужно машину мужичку одному отвезти. Ты мне потом подбросишь, а? Пожалуйста. Нет. Друзья, увидимся с вами в следующем городе. Настя. Ты мужчина или кто? Решай свои проблемы самостоятельно. Я хрупкая женщина. Я тебе это припомню. Слушай, у тебя обывателя нет? Ну ладно, ладно.